900 дней голода, страха и надежды. В осажденном Ленинграде в 41-м оставалось почти 2 миллиона человек. По дороге жизни через озеро Ладога удалось эвакуировать часть жителей. В Куйбышев привезли больше 2000 детей, ставших сиротами. С 90-х годов в Самаре существует общественная организация жителей блокадного Ленинграда. Они много лет хотели установить мемориал в памяти погибших. И вот мечта сбылась. Всем ныне живущим и павшим смертью храбрых посвящается. 75 памятников по России уже установлены блокадникам. То есть установлены там, куда были эвакуированы блокадники и остались до конца жизни в этих местах. Вот они устанавливают эти памятники. Понимаете? То есть как память о Ленинграде, как память о своих родных погибших, умерших в блокаду. Как память о той трагедии, которая произошла в Ленинграде. Скульптурная композиция состоит из нескольких частей. Две двухметровые плиты символизируют глыбы льда. Борельеф между ними – дорога жизни. Выполнен монумент из гранита, привезенного из Санкт-Петербурга. Над мемориалом работал с особым чувством, признается скульптор Иван Мельников. Я очень люблю этот город. И те чувства, которые переживали жители Ленинграда блокадного, они мне знакомы. И я общался с этими людьми. Они очень приятные, добрые люди, пережившие такое в детстве. Многого стоит. И мне приятно было сделать эту работу. Инициативу общественной организации поддержала городская администрация. Установить мемориал было решено в Парке Победы. В городе появилось новое место для преклонения, для проведения памятных мероприятий. Это дает повод рассказать молодому поколению о тех трагических днях и героических днях, которые пережили защитники и жители Ленинграда. Ну и, конечно, воспитать в них чувство патриотизма и гордости за нашу страну. За активную патриотическую работу и общественную деятельность члены районных отделений общественной организации и жители блокадного Ленинграда получили памятные знаки Куйбышев «Запасная столица» и благодарственные письма главы города. Лариса Шлафас, Дмитрий Мешканцов. События.